приветствую вас любви свете единого творца сегодня поговорим про байдена вы знаете такой есть человек возглавляет соединенные штаты америки у него есть красная кнопочка он управляет войсками давайте поговорим мой взгляд эзотерика на то что с ним происходит я думаю что линею только не обсуждал его слабоумие старческий маразм и прочее там поступки видео которые сейчас вкратце вам показываю здоровается с несуществующими людьми с пустотой значит попадают неловкие ситуации это это все надеюсь вам знакомо и конечно это страшно с точки зрения если он перепутает как в одном анекдоте красное яблоко с красной кнопкой и нажмет вот но я хочу поговорить немного о другом не не материальном не о физических параметрах человека третьего измерения о тех сущностях которые существуют мы их знаем под названиями ангелы и дьяволы черт черт черти значит и иблисы господы там да всякие там то есть вот эти всякие боги так называемые это сущности четвертого измерения которые нам не видны если они этого не хотят они существуют это доказательства этому значит книги которые продиктованы через экстрасенсов через эзотериков коими были все пророки но их назвали пророками соответственно это это пророки но можно также их назвать эзотериками что эза это тайная тайное знание значит и взять любого пророка у него были видением у него были общения сущности с участями даже которых этот эти люди пророки или эзотерики или экстрасенсы экстра это сверх сенс чувствительный или сверхчувствительные люди принимали за за богов записывали под диктовку мысли заповеди и так рождались зарождались религии я уже много раз говорил на своем канале что суть любой религии это поклонение поклонение божеству название тут может быть любое но поклонение обязательно иначе боженька без этого прожить не сможет но если задуматься и я вам еще раз повторяю значит это это так называемые боженька он питается энергией энергии молитв энергии жертвоприношений энергии скорби значит все гавахом да иными словами вот и значит также я говорил про наших эстрадных деятелей там про киркору про пугачёву что они фавориты таких сущностей четвертого измерения потому что эти существа заинтересованы в большем количестве человеческой энергии соответственно она такие существа помогают эстрадным каким-то певцам или каким-то актерам или политикам тем более достигать вершин они идут сзади него такого человека дает необходимый совет и где-то энергетически помогает для того чтобы в итоге питаться самим и энергии своей жертвы это энергии которую он собирает на встречах с избирателями или на уступлениях в концертных залах и ну и во всех таких людных местах даже вот сейчас вы смотрите на вот эти фотографии этого джо байдена и кусочек вашей энергии идет в адрес байдена и той сущности которая за ним поэтому этой сущности выгодно чтобы человек был на виду как можно дольше дедушку уже пора отдыхать а он все все наверху и нет ему альтернативы это его командная сущность его господин хозяин управляет благодаря той энергии которую накопил через него он управляет и в том числе окружающими политиками создает ситуацию при которых при которой нельзя нет альтернативы но в демократическое всяком случае партии в республиканской там с трапом такая же история но там чуть получше с этим собственными способностями да но суть там тоже самое я говорю про действующего президента потому что у него кнопка у трампа сейчас кнопки нет там тоже сущность сейчас я говорю только про байдена так вот вот эти моменты когда он общается непонятно с кем но тут какие смешные фото типа с вот с ельцином или там с гитлером это ну человек который делает фотошоп я тоже мог бы сделать но не стал да он понимает уже он или интуитивно почувствовал что он с привидением здоровается но что такое привидение это инфернальная сущность это сущность другого измерения о чем я с самого начала стал говорить вот и у детей и у стариков чувствительность часто повышается и вполне возможно что байден реально видит кого-то но так как он уже и слабо умные но при этом видит что-то он может обращаться к этой сущности там слеповат глуповат да реально его окружают те сущности которые питаются и его энергией но самое главное что там с него уже взять там падает на ходу а с тех окружение окружающих его людей вот молодые там парни и женщины дети которых там темечка целуют это все стол энергетический стол который с которой едят сущести которые руководят вот этим бедным человеком вот и все бы ничего ну то что но так мир устроен что под нами то кого мы едим растения животные а над нами те кто нас съест но нам это не заметно в принципе траве наверно тоже или давно растением тоже не очень заметно сорвали из дерева съели ну как он заметил ну может быть что-то почувствовал значит овцы тоже до самого последнего не понимают что этот прекрасный пастух в итоге их зарежет и пустят их на мясо так и мы живем живем это не включает только чувствительные люди понимают что происходит и могут об этом говорить вот я говорю об этом и и не моя цель не испугать вас да а просто чтобы вы поняли как на самом деле устроен мир и тут конечно есть некая опасность что те сущности которые управляют байденом или другими политиками а ведь сейчас вот посмотрите макроном что-то там владела за счет он какие-то инициативы генерит да фонтанирует много политиков сейчас говорят какую-то не то что ересь призыв к войне мировой войне ядерный а что такое война для сущестей инфернальных это это пир просто войны сейчас идут в украине в газе там еще где-то в каких-то местах это просто ну такой обычный обед а если вдруг дедушка джо нажмет красную кнопочку если господин макрон что-то такое может тоже да из за того что его рейтинг падает что-то тоже нажать да ну кто-то что-то сделает и будет ядерная война вот это будет для тех сущностей это будет пир это будет что-то грандиозное соответственно не сложно судить придерживается ли эти сущности законов единого творца который говорит в первую очередь это много производных этого закона первое производное нельзя нарушать свободу воли других людей и убивать других это неправильно но опять же если люди сами себя уничтожают своими собственными руками то это энергия но на вот а что пропадать то они друг друга убили вот энергия мы ее съедим соответственно можно таким слабоумным политиком подкинуть или подкидывать идеи которые в итоге могут привести в том числе и к третьей мировой войне ядерной это люди будут делать это решение поступки людей будут они тех сущности которых к ним подталкивают вот и если так чуть оглянуться на религию но там же люди убивают друг друга во имя аллаха или во имя там христа или во имя яхве что сейчас вот секторе газа происходит убивают во имя своего бога а этот бог один и тот же но они убивают друг друга во имя этого бога который питается энергия и израильтян и палестинцев вот что происходит вот я для этого говорю чтобы вы понимали что происходит глобальный в мире и для чего вот эти процессы мировые что там нужно этим политиком политику управляемой политикам везет или они находятся на том месте благодаря помощи вот этих сущностей они им обязаны может быть они даже общаются кто знает я вот со своими высшими силами общаюсь и наверняка могут тоже или у них какие-то голоса там мне бог сказал да они еще глуповатые если голос значит это бог а если бог это значит творец а если он нас сотворил то у нас может и уничтожить и вспомните ветхий завет господь сказал этому аврааму убей сына единственно тот пошел и убивать но что этому деду послышится голос пойдет нажимать кнопки вот ну вот такая информация для вас готов пообсуждать можете написать комментариях что на эту тему думаете вот с удовольствием прочитаю и могу дать пояснение если кому-то что-то непонятно а на этом я покидаю вас любви свете единого творца всем хорош